Когда наши солдаты направляются сегодня на службу в Арцах, когда приезжают в военной форме, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, российский солдат заставляет снять военную форму со словами «Вы не имеете права носить эту форму». Всплывает вопрос, кто дал ему такое право? Он не разрешает. Сейчас делается так, чтобы в Арцахе не было армии. А кто должен защищать Арцах? Какие российские миротворцы? О каких миротворцах идет речь? Мне как-то выдался случай встретиться с ними, и я им сказал «Вы не миротворцы, а просто вы варвары». Я обмолвился с ними двумя словами. Да, они разбойники. Какие из них миротворцы? Грубо говоря, они знают свои права, но не обязанности. Их права заключаются в угнетении, унижении и запугивании нас. Если ты говоришь человеку «Веди себя спокойно», это опять-таки устрашение. Они постоянно твердят гражданскому населению «Мы приехали, чтобы защитить вас». Но вы приехали не ради меня. Я вас звал? Тебя пригласил сюда по гос. Но я ведь мартирос. И я не просил тебя приезжать. Естественно, он не будет уважать мои слова, не будет принимать меня. Возможно, он также думает, что я террорист. Потому что мои права мешают его правам. Все, кто приезжают и уезжают, делают это тайно. Если заметят в военной форме, то не разрешают. Теперь они установили камеру, якобы для того, чтобы следить за передвижением турков. Но они установили ее в таком месте, чтобы следить за нашей деревней, которая находится в ущелье. Они больше следят за нами, чтобы мы не несли службу, не было вооруженных людей, чтобы любое движение было под наблюдением. И они владели всей информацией о нас. Берем осень.